Очень эффектные кадры в любое время суток можно сделать в цехе 20. На них и красота расплавленного металла, и мужественные лица плавильщиков, работающих у самого жерла плавильных печей. Аяксы с полным правом можно назвать легендарными. Они трудятся с 1941 года, со дня основания цеха. Одна из четырех печей 20-го плавит лигатуры на основе алюминия для первого цеха, а три Аякса работают на выпуск ферротитана. И в свое время эта продукция была для завода стратегической. Тяжелые 90-е годы, когда производство титановой продукции на ДСМКО упало, на плечи цеха 20 выпала большая честь или упала такая забота о всем заводе. Было увеличено производство ферротитана. 20-й цех в те годы являлся локомотивом всего ВСМКО. Этот локомотив выплавлял 1200 тонн металла в месяц и вытащил завод. И пусть сегодня 20-й плавит в половину меньше, значимость продукции не убавилась. Весь ферротитан идет на экспорт. Чтобы получить экспортную продукцию, плавильщик строго соблюдает технологию. Металл в печь загружает постепенно, добавляя отходы 70% некондиционных титановых и 30% стального лома. За раз 500 килограммов варится в печке. Мелкие части сразу растворяются. Длинную обрезь медленно поглощает печь, словно спагетти, кастрюля с кипящей водой. Только температура здесь совсем не кухонная – 1500 градусов. За 78 лет хоть какое оборудование захереет, а в таких условиях тем более. Но наши Аяксы в полной боевой благодаря текущим и плановым ремонтам. Единственное, чему не подверглись автоматизации – здесь только ручной труд. Понедельник, среда, пятница – время горячих ремонтов. Три раза в неделю на каждой печке меняют футировку, дав остыть Аяксу до 300 градусов. А после того, как печь выплавила 200 тонн, ее снимают, увозят на участок ремонта печей, где полностью перебирают, заменяют узлы, поправляют конструкцию, делают новую футировку. 8 часов набивают футировочным кирпичом. 18 часов просушивают и заливают. И снова плавить. И такой круговорот круглый год. Четыре печи плавят, четыре в ремонте. При всей внешней красоте в работе плавильщиков 20-го мало романтики. Тяжелый физический труд в критическом температурном режиме и жесткие цифры плана. Плана, который 78 лет выполняют маленькие Аяксы. Так пусть взрываются искры, пусть льется расплавленная лава, и подходит новый самосвал с шехтой, которую нужно сплавить в ферротитан. Работа у этих печей была, есть и будет.